Недобросовестное использование дальневосточного гектара сегодня одна из важнейших проблем Федеральной службы государственной регистрации. После трех лет ажиотажа на земельные участки накопилось около 17 тысяч заявок, сообщили на пресс-конференции Росреестра. Вот по истечению трех лет наступил срок, когда управление Росреестра должно провести внеплановую проверку использования этих земельных участков. Вот внеплановая проверка проводится по использованию этих земельных участков, ее нельзя провести документарно, она всегда выездная. В основном владельцы гектаров – жители центральной части России, которые после запросов службы либо отказываются от территории, либо вовсе избегают разговора, поскольку самостоятельно показать, как используется участок, не могут. Также специалисты не имеют возможности работать в отдаленных местах Приморской тайги из-за отсутствия связи. Поэтому в крае принято решение об установке дифференциальных станций. При реализации этого проекта по развертыванию дифференциальных станций на территории Приморского края у нас появится возможность осуществлять геодезические работы на любой точке Приморского края. Второе – появится возможность осуществлять эти геодезические работы без нарушений. Это будет единая система. Поэтому независимо, где вы находитесь, никакого сдвига координат или земельного участка не будет. Дополнительные трудности Росреестр начал испытывать с приходом в Приморье пандемии коронавируса. В этом году службы смогли привлечь только 35 юридических лиц за нарушения. Как правило, поводом стали материалы прокуратуры и административные обследования. Чаще всего дела заканчивали штрафом и предупреждением. 2020 год, конечно, наложил определенный отпечаток на осуществление нашей функции, поскольку в 2020 году мы прекратили проведение всех проверок в отношении юридических лиц и плановых, и внеплановых проверок исполнения предписаний. Это все связано с особенностями, связанными с введениями ограничений по новой коронавирусной инфекции. За 9 месяцев текущего года управлением Росреестра по Приморскому краю проведено 924 проверки соблюдения земельного законодательства и 501 административное обследование. Выявлено 609 нарушений. Сумма наложенных штрафов составила более 3 миллионов рублей. Кирилл Самойлов, Денис Вадеев. Новости на восьмом.